Маша, имя мы изменили, всегда была смышленной и самостоятельной, не по годам. Пока мама на работе, сама делала уроки, прибиралась по дому. Потом у мамы появился мужчина, и они переехали к нему в дом. Там же жил и дедушка, отец отчима Маши. Когда он начал проявлять внимание и заботу к дочке, мама вздохнула с облегчением. Теперь Маша будет под присмотром взрослого. Вот только чем все это обернется, и для нее, и для девочки, женщина не подозревала. Поступила информация о том, что девочка несовершеннолетняя ведет активным образом половую жизнь. Вызываем маму с девочкой. Начинаем общаться с мамой, с девочкой. Узнаем, какой образ жизни они ведут, как девочка улучшится, какое общение между мамой и с девочкой происходит. Все ли у них в семье хорошо. Расспросы о взаимоотношениях с другими домочадцами девочки очень не понравились. Она начала замыкаться. Тогда инспектор задала вопрос о половой жизни и знает ли что-то об этом Маша. Девочка расплакалась и сказала, что на протяжении определенного периода времени испытывает давление со стороны дедушки. То есть приставание происходит. Я спросила, каким образом приставание происходит. То есть он может тебя там тронуть или какой-то жест тебе показать, тебе это не нравится. Но что ребенок стал говорить, что происходит половое сношение со стороны дедушки по отношению к внучке. Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба. Хорошая семья. Никаких вопросов к маме со стороны учителей. Маша хорошо учится. Ни одного визита участкового на скандал. И тут такое. Мама была в недоумении. Мама была в растерянности. Толком даже ничего сказать не могла. Дальнейшее общение инспектора с девочкой открывало все новые страницы в ее юной жизни. А вот и сам дедушка. За плечами 61-летнего мужчины несколько судимостей. Среди десятка статей УК МССР в его биографии умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. А также вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. В местах лишения свободы он провел почти 15 лет. Правда, об этом говорит подозреваемый. С большой неохотой. У вас до этого уже были судимости? Да, но я... А что за были судимости? Расскажите, за что? Тяжелые. А какие у вас отношения были с девочкой? Хорошие, когда все знают, что я не покупала, я не одеваться. Велик один, велик второй. Телефон, пожалуйста, такой, как вам. Дедушка покупал ребенка. То есть он ее задаривал всякими подарками, там, все, что ребенок хотел. То есть дедушка не отказывал никогда. Милиционеры выяснили, дедушка Машу баловал, покупал все, что ей захочется. Сладости, игрушки, одежду и мобильный телефон. Вот только взамен Маша должна была делать то, что дедушке захочется. Подозреваемый же говорит, не было ничего. Я внучку отправил в школу, постирал, покорнил, внучку встречаю. Внучке я сделал комнату отдельную. И вот там шкафчики, стенку я купил. В этой самой комнате, рассказала Маша, все и происходило, когда никого не было дома или ночью, когда все спали. Ребенок в столь юном возрасте, вместо того, чтобы задаться темой обучения, саморазвитием, совершенствованием, как ребенок, познал такие серьезные вещи. Сейчас с мамой и самой девочкой работают психологи и милиционеры. Вариант, что ребенок все это выдумал, тоже рассматривали. Но обследование, проведенное врачами и долгие разговоры с Машей свидетельствуют об одном. Она говорит правду, и каждое слово наносит ей боль. И заставляет снова и снова вспоминать те жуткие моменты. Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В ближайшие 20 лет дедушка может провести за решеткой.